Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, напоминаю, что мы находимся в Грузии. Прилетели вчера в Батуми. Жилье арендовали на сайте Airbnb за 125 долларов на одну неделю. И билеты, кстати, стоили за двоих человек в обе стороны 320 долларов. Я считаю, что это очень нормальная, приемлемая цена. Мы сюда приехали, можно сказать, почти на начало сезона, сразу же после открытия границ. Вчера заселились в отель, апарт отель Orbe City. Я вам вчера показывал номер, вкратце напомню, как он выглядит. Получается, большая кровать, гостевая зона. Там у нас мини-кухонька есть, санузел, шкаф, телевизор. В принципе, все как надо. Есть кондиционер, который, кстати, работает даже на обогрев. И это очень хорошо, потому что на данный момент в Батуми действительно еще не очень жарко. Единственное, что я вам забыл вчера показать, так как мы заселились и было темно, это нашу террасу, точнее, маленький балкончик, смотрите. Слева у нас вид открывается на город и на горы. Получается, панорамка такая неплохая. Мы заселились на 45 этаж. Это соседний комплекс Orbe City. Их, получается, три дома-близнеца. И с правой стороны, смотрите, какой у нас открывается замечательный вид на море. Получается, виднеется набережная, парк, озеро. Я считаю, что вид очень хороший, тем более на 45 этаже прекрасно все видно. Напишите, кстати, в комментариях, как вам такой вид. Я думаю, многим из вас он должен зайти и понравиться. А сейчас, друзья, вместе с вами мы будем собираться и идти, наконец-то, на прогулку. Кстати, хочу напомнить, что в Грузии на данный момент действует комендантский час. С 9 вечера и до 5 утра выходить нельзя. И полностью все закрыто. И, кстати, это все распространяется даже на туристов. Поэтому одеваемся, идем прогуливаться, ознакомливаться с Батуви. Потому что вчера вечером мы абсолютно ничего не увидели, не поняли. Даже толком не поняли, где мы живем. Что находится в окрестностях нашего отеля. Поэтому все это вместе с вами мы будем изучать в данном видео. А вы усаживайтесь поудобнее. Набирайте как можно больше еды. Потому что грузинская кухня, она очень вкусная. А мы, как вы поняли, еще даже не завтракали. Обязательно зайдем где-то перекусим. Поддерживайте нас лайком. И всем приятного просмотра. Вышли мы уже, друзья, из нашего апарт-отеля. И даже не знаем, куда идти. Открыли Google Maps. Набережная огромная. Сейчас будем попытаться разобраться, где находятся самые основные места и достопримечательности. Хочу вкратце вам показать панораму. Смотрите, возле нашего отеля. Получается, такие вот высокие отели. Вот Country Art by Marriott. Тут у нас слева большая набережная. И получается, это какой-то ночной клуб вообще, гараж. И вот, собственно, наш Orbi City. Самый первый дом, в котором мы живем. Но со стороны он, конечно, нормально. Так шикарно выглядит. Да, очень огромный. Если бы, конечно, у нас вид был на море где-то с вот этих окон, то, я думаю, не мешал бы ни кран, ни какой ничего. Да, было бы уже хорошо видно набережную. Да ты уже что, кушать хочешь, да? Я думаю, что да, мы можем зайти или в Ретро, или Лагуну. Это самые популярные заведения здесь, которые отмечены на TripAdvisor. Они, короче, все находятся где-то там вдоль набережной, насколько мы поняли. Поэтому переходим дорогу, идем на набережную. И там уже будем смотреть, что вообще нам будет интересного встречаться по пути. Вообще, я так понял, именно курорт Батуми максимально заделан под туристов. Смотрите, мы вышли, перешли дорогу, и уже встретился нам ресторанчик Grand Grill. И, судя по Google Maps, ресторанов здесь реально очень много. Очень много, и на каждом углу здесь находятся. Смотрите, получается, то озеро, которое было видно из нашего номера, это мини-парк, прогулочная зона с лавочками, смотрите. Очень аккуратно все сделано. Единственное, чего не хватает, это нормальной солнечной погоды. И собаки тут, кстати, по отзывам очень много, их очень... Они хорошие, они дружелюбные, смотри, какая хорошая, даже хвостиком крутит. Главное, чтобы она камеру не съела, потому что контента больше не будет. Ты так не придвигайся быстро к ним, нужно сначала руку дать, чтобы она понюхала, а потом только подвигаться. А, а то потом будешь говорить, что меня покусали, из-за того, что ты сам виноват, да? Да, нужно аккуратно с ними. Смотрите, такие вот пальмочки маленькие. В принципе, парк очень красивый. Набережная, я так понял, основная на той стороне уже находится. Но будем идти. Руслана никак с собаками не успокоится. Она хорошая. Пока она ее не грызнет хорошенько. Она не грызнет на меня, она хорошая. Прошли немножко дальше, и смотрите, что мы нашли. Ресторан «Украиночка» и написано «Ласка вопрос ему». Очень интересно. Там, кстати, сидит даже девушка, которая одета в вашиванку украинскую. Ну, «Украиночка», смотрите, украинский ресторан. Но мы, наверное, будем грузинские все-таки посещать. Да, вареники мы можем и дома покушать. В Карпатах, где-то в Буковеле будем вареники есть и украинскую кухню. Погода, кстати, в Батуми на данный момент в начале мая такая себе прохладненькая, я бы сказал. Можете наблюдать, я в кофте. Эта кофта реально теплая. Она мне иногда заменяет курточку. А Руслана, смотрите, в куртке. А я еще вчера заикался, что буду купаться, да? Да, то я не знаю, как можно купаться по такой погоде. Обычно вообще, смотрела погоду, передавали солнце и 22 градуса. Но почему-то погода очень резко поменялась. Пока что нам, друзья, с погодой не везет. Но у нас еще 7 дней впереди, поэтому, возможно, еще все изменится. Только что две собаки подбежала, и одна у другой начала нюхать заднюю пятую точку. Я говорю, Руслане, зачем она это делает? Типа, понюхала, проверяет, что та поела, типа, или что? Типа, ах ты, зараза, не поделилась со мной. Да я проверю, что ты ела сегодня. Минутка черного юмора. Решили мы немного сойти с набережной и углубиться ближе к центру Батуми. Смотрите, тут у нас встретился Батуми Мол. Это, я так понял, торговый центр. Ну, какой-то он не сильно большой. Я представлял, что он будет намного больше. Мы, по-моему, проезжали намного больше вчера торговый центр, когда ехали к нашему Мат-Ретро. Ну, и, конечно, он не единственный, скорее всего. И тут уже на этой улице где-то будет популярный ресторан Ретро, кстати, в котором Руслана хотела взять огромные хачапури, который называется Титаник, да? И он весит аж 4 килограмма, но я не знаю, что с ним потом делать, поэтому сейчас мы его брать точно не будем. Так, друзья, зашли мы в ресторанчик Папуди, называется Сазандари. Смотрите, какая обстановочка, присели на летнюю террасу. Получается, заказали хинкали, 6 штук, взяли еще шашлык, я буду свиной шашлык. А Руслана будет что? Хачапури, как всегда. Хачапури по-аджарски, да. Хинкали нам уже принесли, также взяли еще воду. Смотрите, такие вот хинкали интересные стоят на столиках. Это соус, да, какой-то? Да, это соус ты заказала. Это аджика такая? Это аджика. Грузинская аджика, смотрите, как выглядит, как будто чай какой-то перемешанный. Попробуем. Так что, друзья, будем уже дегустировать хинкали, выглядят они аппетитно. И потом сориентируем вас по стоимости уже в итоге, сколько мы за все заплатим. Руслана дегустирует грузинские хинкали. Блин, ты сачок выпивай. Я не видела. Надо маленькую дырочку делать, выпивать сачок, а потом уже есть. Но бульон очень вкусный. Да, я вижу, какой он вкусный. Он не течет по всей тарелке. Очень много специй. Да. Вкуснее, чем у нас в грузинской кухне, да? Намного вкуснее. Смотрите, как много бульона. Руслан Аш заливается. Ну, аппетитно она это все кушает, поэтому стоит попробовать и мне. Наконец-то нам уже принесли полностью наш заказ. Смотрите, такой вот шашлычок у меня, сочный грузинский на шампуре, с лучком и соусом. А у Русланы хачапури по-аджарски. Очень вкусный. Вкуснее, чем вчера на доставку. Да, намного вкуснее. Я вообще всегда, когда в ресторане ем, мне все блюда кажутся намного вкуснее, чем на доставку. Потому что дома как-то не то, да? Все равно. Ну, Руслана, я смотрю, так наминает смачно. Так что буду уже приступать и я. И, друзья, приятного аппетита. Ну, теперь настала моя очередь. Давайте продегустируем шашлычок, какой же все-таки в Грузии. Смотрите, мне нравится, что он нежирный. Так, аджейка. Макнем чуть в аджейку и попробуем. Как это называется? Гастрономический оргазм? Или как говорят? Очень вкусно. Реально поджаристый, сочный, остренький. Я очень люблю острый. Поэтому просто супер. Ну, и давайте попробуем еще вместе с вами сочные такие хинкали. Попробуем. Бульончик просто отпад. У меня не вытекает, кстати, в отличие от Русланы. Очень вкусно. Принесли нам уже счет. Смотрите, все написано на грузинском. Но я вам расшифрую. Много, да? Я не справилась с хачапури. Саша мне уже помогал, но я больше не могу кушать. Я не буду это доедать. Нам предлагали с собой это все сложить, но мы отказались, потому что мы пойдем гулять. И зачем нам ходить с лотками сейчас? Да, мы реально целый день будем гулять. И с хачапури ходить, я думаю, не вариант. И теперь смотрите, мы говорили, что будем брать Титаник. После вот этого случая, мне кажется, Титаник отменяется. Я не хочу, я его просто не съем, а потом он пропадет. Потому что он реально вот такой вот хачапури метровый. И что с ним делать? Если у нас тут было человек 10, то еще ладно. Так мы вдвоем не справимся. Зашли внутрь заведения в уборную. Хочу вам показать, какая атмосфера царит внутри заведения. Смотрите, все в таком деревянно-каменном стиле. Очень интересно. Кстати, очень зря, что мы не сели именно внутри. Тут места тоже очень много. Смотрите, несколько залов. Так вот все выглядит. Такие вот картины, смотрите. Атмосферка очень приятная, да? И очень вкусно пахнет специями. Смотрите, тоже как интересно все украшено. Грузинский запах, да? Да. Давайте подведем итоги. В принципе, мы очень остались довольны этим рестораном Сазандари. Можем смело его вам рекомендовать. Он находится на главной улице. Просто вбейте в гугле Google Maps Сазандари. И вы, в принципе, без проблем его найдете. Кстати, нам сказала официант, что этот ресторан уже очень давно здесь стоит. И говорит, ближе к вечеру этого места уже практически вообще не будет. Не знаю, она расхвалила или нет. Но как минимум нам еда понравилась. Мы остались довольны. Цены вполне приемлемые. Так что рекомендую, можете посетить. А мы, друзья, продолжаем вместе с вами прогулку по Батуми. Поворачиваем налево уже. Идем в сторону набережной. Тут где-то должен был быть парк 6 мая. И возле него еще находится популярный отель Hilton. Смотри, как продают домашнюю чачу. Прямо в окошко. Домашнее вино и чача. По 5 лари бутылка литровая. Но тут разные цены. Есть и по 10 литровая, и по 7, и по 5 лари. Есть вообще бутыль. 5-6 литров. По 35, по 50, по 25 лари. Ну. Это дешево. Такая интересная сувенирная лавочка. Ну, вон там, кстати, сувениры, а тут чисто вино. Так что, если хотите, можете прикупить себе такой домашний сувенирчик. Смотрите, продают на улице клубнику. Цена за килограмм 8 лари. Выглядит, кстати, очень спелой. Подходим ближе к набережной. Смотрите, попали в парк. По гуглу это парк 6 мая. Огромное озеро, прогулочная зона, лавочки. И смотрите, перед вами отель Hilton. На той стороне уже набережная и пляж. Будем сейчас двигаться куда-то в ту сторону, где основная часть набережной, вышка алфавит и другие интересные достопримечательности. В принципе, атмосфера в Батуми очень приятная, но очень напрягает вот эта погода. Пасмурная. И, по-моему, даже начал уже немножко моросить дождь. Вообще, по прогнознику, обещала каждый день солнце. И мы прямо ждали, что будет идеальная погода. А тут прямо с первого дня уже такая, мягко говоря, подстава. Я даже не знаю, сможем ли мы нормально до вечера сегодня прогуляться. Потому что, если дождь усилится, то нам просто придется вернуться в отель. Красивая аллея в этом парке. Смотрите, деревья, цветочки. Руслана сразу оценила, да? Да, очень красивые, огромные розовые цветы. Очень много одуванчиков. И, кстати, такой запах стоит именно цветочной зелени, да? Все начинает цвести только. Мы с Русланой очень сильно ждали это время года, когда уже будет все расцветать. Все станет зелено. Смотрите, почти дождались. Уже даже в Киеве мы, когда улетали, начали расцветать деревья, кусты. А в Батуми, смотрите, уже полностью все зелено. Кстати, я так понял, Хилтон это вот эти две вышки, да? Да, там надпись даже Хилтон есть. Ну, судя по ценам, он один из самых таких дорогих, я так понял, на набережной в Батуми. И место у него такое, смотрите, прямо вот отель и как раз парк. Возможно, даже вид с номеров выходит частично на этот парк и озеро, а с другой стороны уже на море и на пляже набережную. Кстати, один из часто задаваемых вопросов, это, конечно же, как обстоят дела по поводу ношения масок. Я вам скажу честно, что нам сказали, что маски надо носить абсолютно везде. Но почему-то мы ходим и практически, ну, 50, даже 60% людей ходят просто без масок. Не знаю, с чем это связано, возможно, из-за отсутствия штрафов. Но пока что у нас маска в кармане, людей вокруг нету, мы уже как-то ходим, дышим свежим воздухом. Ну, а в торговых центрах, магазинах, всяких автобусах, такси, это, конечно же, 100% надо быть в маске. Что самое интересное, друзья, на той стороне, смотрите, за озером, уже начинаются более старые, такие колоритные домики. А на этой стороне, где набережная, уже отели, новостройки, много строек, высокие здания. То есть, более туристические Батуми возле набережной. А если уже зайти туда вглубь, то там вы уже найдете колоритные улочки, небольшие старые домики. И вообще увидите, как живут все-таки местные грузинские жители в Батуми. Все-таки Батуми, друзья, это город собак. Смотрите, сколько мы идем, нас всегда преследуют собаки, трутся об нас. Наверное, хотят все время, чтобы мы их покормили. И смотрите, на ушах у собак есть какие-то специальные чипы, я не знаю, зачем это. Ну, их так пересчитывают, и этих собак еще стерилизируют, чтобы они не размножались, и еще делают прививки. Кстати, когда мы только вышли из здания аэропорта в Батуми, то нас сразу окрушило большое количество собак. Я уже сразу понял, что это будет именно город собак, где их очень много. Но я так понял, местные жители, дети их очень любят. Смотрите, все с ними играются, гладят их, подкармливают. Смотрите, какой интересный фонтан в этом парке. Получается пальмы, и как будто бы вода бьет под камень. То есть, как будто бы камень в воздухе держится, его водой выталкивает. Очень интересно на самом деле сделано. А собаки все никак от нас не отстанут. Давай, чтобы она тебе руку не грызнула. За нами просто стаи собак ходят, смотрите. А Руслана любит собак до тех пор, пока они ее не грызнут. Меня не грызут собаки, потому что я к ним хорошо отношусь всегда. До поры до времени. Нет. Горожие. Шли мы в сторону набережной и плавно переходим в парк Батумский бульвар, да, по карте он называется? Да, Батумский бульвар называется. Находится прямо возле набережной, смотрите. Тоже очень зеленый, много деревьев, кустов. Все аккуратненько подстригают, следят за этим всем. Смотрите, с той стороны тоже. Все зелено, как будто какой-то ботанический сад, смотрите. Дорожка. И гуляете вдоль этих всех посадок, деревьев, кустиков красивых. И там уже где-то набережная, пляж, да? Да, и еще тут рядом есть статуя Али и Нино. Это популярная статуя. Мы вам о ней уже расскажем, когда будем там. Да, я думаю, каждый, кто был в Батуме, делал фото возле этой статуи. Мужчина и женщина она раньше называлась. Да, потом ее переименовали, по-моему, в 2010 году. Ну, людей, друзья, я смотрю, в парке очень мало. Такое чувство, что мы одни. Дождь не заканчивается, все понемногу моросит. Так что я даже не знаю, как далеко мы сегодня сможем зайти. Смотрите, какая красивая аллейка. Везде пальмы, кустики. Реально, можно прогуливаться вообще, ни о чем не думать. На расслабончике, наслаждаться всеми этими красотами. Так что, честно вам скажу, Батуми реально очень впечатляет. Я, конечно, знал, что тут не будет что-то сверх такого прям естественного, как в Дубае какие-то высотки, да? А чисто такой простенький, уютный, спокойный курортик. И очень нравятся мне местные жители, потому что они очень доброжелательные, гостеприимные. Мы, когда зашли в кафе, нам сразу же рассказали все, без всяких навязываний. То есть, выслушали наше мнение, что мы хотим попробовать. Предложили свои варианты. Поэтому реально огромный респект и лайк ребятам, которые живут в Батуми, местным жителям. Реально очень крутые. Так что, друзья, на этом моменте будем заканчивать это видео. Потому что нам надо где-то переждать дождь. Если мы этого не сделаем, то мы просто будем мокрые. И на этом все закончится. Поэтому, друзья, если вам понравилась наша прогулка по Батуми, обязательно поддерживайте нас лайком. Пишите ваши комментарии, как вам прогулка, как вам Батуми, как вам грузинская еда. И в следующем видео, друзья, мы продолжим с вами прогулку. Я надеюсь, когда уже дождя не будет. И оно будет, как всегда, опять насыщенным и интересным. И до скорых встреч, друзья, совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.